Makita, кромочник, фрезер RT001GZ, в комплектации 08, это XGT, 40-вольтовый, который, увы, официально у нас не продается, поэтому у нас инструкция пришла на квадратном языке. И абсолютно легальный полноценный штурм, который пришел, ну, в принципе, наверное, это и отдельно приходит, но в этот раз решили сложить все в сумку. В этот раз у штурма цвет, ну, почти Makita, но немножко с зеленцой. Я понимаю, что абсурдно сравнивать какие-то мощностные характеристики у 40-вольтовки и у 18-шки, тем более они и по размеру малость отличаются, контактная группа с третьим контактом, как на Makita, но они решили заморачиваться и сделали их пять. В принципе, почему бы и нет. Оба инструмента бесщеточные, оба с регулировкой оборотов, штурм заявил от 10 тысяч до 30, а Makita, по-моему, тоже от 10 и до 31 тысячи рублей. Что у нас идет? Двуручная база Штурм Классика, одноручная база Швау уже установленная, база для работы под углом и здесь, наверное, система направляющих, параллельных упоров подобная. Да. Кстати, вот это, на мой взгляд, точная копия Makita-овского. Решили совершенно не заморачиваться. Посмотрим, что у Makita. Двуручка, одна ручка под углом параллельного упора. Не буду на столах все вываливать, наверное. Цангами комплектуются и шестерками, и восьмерками. Вот так выглядят цанги штурмовские и вот так Makita-овские. Они абсолютно идентичны, похожи. И столкнулись с таким моментом, что без фрезы зажали восьмую цангу в Makita. Мы ее сейчас с Петей, с бубнами, с Божьей помощью, чем угодно, еще не знаю, доставали. Его просто заклинивание могли выбить. Так что имейте в виду, без фрезы лучше сильно не затягивать. Если дальше продолжать проводить аналогии, то никогда не остановимся, потому что одноручная база точная копия, двуручная база я думаю, точно такая же копия. Перековыряли мы все эти три сосны и нашли всего лишь небольшие отличия. В основном это в качестве исполнения и небольшой разницы в этих подошвах. У Makita она более серьезная, использовали больше материала при отливке. Здесь же она чуть более жидкая. И в самом качестве исполнения у Штурмана пришлось сейчас доработать слегка ножом. Вот это вот пластиковое основание в отливке были допущены два огреха, не счищенные. Из-за этого она была чуть-чуть бугром и пошатывалась. Но после доработки стало более-менее нормально. У Makita еще в комплекте идет вот такой классный переходник, направляющий. Он поставляется с двумя видами вот этих металлических штифтов с диаметрами для использования на разных фрезерах, на мощных сетевых и на том числе небольших аккумуляторных. Это для направляющей шины. Устанавливается она сюда. Это используется в качестве микролифта и ограничителя. Подводится вплоть до положения вплотную к базе. Вот так. И можно использовать вдоль направляющей шины. Я думаю, очень полезно для тех, у кого уже есть погружные, кто может использовать. В остальном, не буду обмусоливать эти базы ни один в один. Такая же тема у нас была и на других фрезерах уже. Перейдем к сути. Тестировать я их буду на идущих в комплекте вот таких параллельных упорах. Используется ролик без подшипника. Он устанавливается чуть ниже фрезы. Ну, вот так, если правильно. Чуть ниже фрезы. И юстируется вот этим регулировочным винтом. Потом поджимается. В общем, попробуем. У нас вылет фрезы идет 24 мм. Заглубление 3. То есть такой универсальный вариант для непогружной кромочной фрезы. Так, включение интересно, напутали? Нет. Разблокировка. Запуск. Ну, наконец-то, хоть кнопки местами не перепутали. Регулировка оборотов. Понятно. Тащит. Все равно случилось то, что и было. Боже мой, ну вы когда копируете, вы хоть думайте, что вы копируете? Хорошо. Я скажу, что в чем причина, почему я бомбанула. Makita использует вот такие вот резиновые демпферы для аккумулятора. Они находятся здесь в определенном месте. И когда аккумулятор доходит до конца, он упирается и так сильно не люфтит. Здесь решили таки, ну мы... Вообще там не люфтит, понимаешь? Мы не хуже, мы сделаем так же. Они берут, используют эти же демпферы, но не заглубляют их так сильно, как делает эта Makita и на одной плоскости со всем аккумулятором. Поэтому все время, пока вы втыкаете туда аккумулятор, вы тащите его по этим демпферам, которые охренеть как торчат. Юра, они сотрутся со временем. Ну, отлично. Что быстрее? Мои руки или эти демпферы? Сейчас, вторую же куда-то улетел. Ты можешь переплатить, купив макету на самом деле. Ну, я согласен. Вот, если его установить, они торчат, хрен знает как. И установка аккумулятора поставил. И снятие. О, вместе с демпферами. О, вместе с демпферами. О, во, все, сразу пошло. Возможно, что по куб не поставили случайно. Это как предохранитель. Сначала удаляешь, а потом только работает. Да, но еще один момент. Надо подкручивать. Я уже подкручивал, оказалось, что мало. Гайка вот эта слишком слабая. И не фиксируется. В процессе работы у меня сдвинулась платформа, фреза опустилась ниже. И хорошо, что я этой фрезой не прошелся по вот этой направляйке. Иначе была бы катастрофа. Интересно, будет ли такое по умолчанию у макеты или ее тоже придется подтягивать. Не, ну в работе тащить ничего не скажешь. По поводу качества я не буду обращать внимания. Доска у нас не подготовлена. Она после теста рубанка, поэтому на это пофигу. Попробую сейчас нагрубить и сделать глубину пострашнее. Так, закручиваем. Блин, а лютая штука. Кстати, вот куча всяких вот этих вот претензий к мелочам. А даже при таком заглублении, с которым не работают, это очень грубая работа получается. Он не обосрался, он продолжил работать без проблем. Хорошо, ставим минимальные обороты. Охрен там, он работает. Реально. И он реально чувствуется, что добавляет. Что он добавляет? Те же самые условия у макеты. Так, ну тут все понятно предельно. Работает идеально. Минимальные оборота. Та же самая история случилась. Хоть я и держу, по сути, пальцами здесь, упираюсь ладошкой тут. Давление сверху не оказываю, но при этом сместилась. Здесь фреза... О-о-о-о! И здесь фреза все-таки добралась до втулки. Причем затягиванием вот этого винта особо вопрос не решается, потому что все упирается в корпус. Так что выходит, что до нее докасаться вообще нельзя. Лучше еще поджимать чем-то сверху, чтобы она не упиралась. Бредятина. Ну или в целом не использовать такую втулку. Не знаю, как повернуть, чтобы ли кого видно было, что фреза... Сняла. Хоть я и затягивал как мог. Дерьмо случается. На удивление, после работы им остались достаточно положительные впечатления в плане того, как он тянул. Это самый большой показатель у инструмента. Понятно, что не стоит ожидать какой-то супер-отливки пластика там, точных деталей или чего-то, но работа, когда инструмент работает и встает, как было на аналоге другого цвета предыдущем, где не было датчика оборотов и на низах он терял, останавливался, то здесь я реально почувствовал. И тем будет более странно, если сейчас разберу и не обнаружу внутри никакой там электроники и того самого датчика. там не обязательно может быть датчик, он может просто по нагрузке считать платы и все по потоку. Не обязательно по положению ротора. Мы ожидали, что двигатель на 40-вольтовой серии тоже будет. Побольше, я думал, будет другой двигатель, он будет, например, хотя бы больше по размеру, что-нибудь. По длине, хоть что-то. По факту, по размеру они одинаковые. Вся разница. Изначально мы подумали, что здесь ротор потоньше как-то выполнен, но оказалось, что здесь фрезеровка не надо для баланса может быть, или чтобы хоть как-то обойти патента. А, приветствую. Поженились. Короче, вот они абсолютно одинаковые. Думаю, с их поменять местами они продолжат работать. Да, вот, китайцы научились копировать. Ну, кратчатка, кратчатка потоньше, на ней вон пластиковые косяки торчат и, возможно, и был звук чуть-чуть менее приятный. Вот из-за вот этого наплочеки. Что за подшипник здесь? А здесь, а здесь, это отчаянно НСК подшипник. А, НСК? Ну, это большой, нюшкошный. А здесь, не зодичь, скажем, тоже Sips. Ну, это, наверное, какой-то китайский производитель. Просто в подшипниках мы с Юриком не очень сильно. И чем мы в них тогда полезли? Ну, хотя бы, может быть, людям будет интересно они узнают. здесь не НСК, на Штормовских. В НСК подшипнике мы знаем, что они, в принципе, такие брендовые. Такие, для Макиты часто производят. Так, ну, по статору, отливки, пластик абсолютно одинаковый, но разница в толщине оборота. удивительно, что на Штурме вот эта вся часть проводная, она не хуже сделана, чем на Маките. Плата управления в одном месте одинаковая, внизу даже кольцо подсветки. Короче, Штурму плюсик за то, что взяли и скопировали. Не заморочились, просто взяли, скопировали. Да, они очень сильно скопировали, даже эти вот резиновые, как ты говоришь, вставочки, но только здесь вставочки, это прям отдельно боль, потому что тут продумано, как они расположены, а здесь их просто вставили. Единственный момент, что у Макиты еще плюсом идет вот этот вот желтый адаптер, это под Bluetooth модуль для подключения пылесоса. Я думаю, что Штурму плюсики, но Макита она всегда, в принципе, фрезерой была сильна, это эталон, по нему равняется, его копируют, я думаю, что она в любом случае не будет плохая. Что сделано где в Китае? Производитель Япония, простите, на минутку, производство Макита с высоким адресом Японии, происхожение Дзян Куньшань. Давай загуглим. Китай, а Китай, кстати, ну на заводе Штуру производится, что-то непонятно, все видно, на Штурмовском заводе. Интересно, если поменять местами, оно заработает, или лучше не делать. Заработал 40-вольтовый, как ты хочешь поменять? Просто местами. Ты что получается, что 40-вольтовая линейка не взбирали? 40-вольтовая что? Сейчас нас, те, кто разбирается в физике, такими накроют. А че я не могу понять, почему тоже сам, че он двигатель работает, 40-вольтовый, на 18-вольтового, вытаскиваем его нахрен. А интересно, на Штурмовском будет работать? В общем, если у вас, не дай бог, сгорит макитовский фрезер, вы можете в него поставить ротер от Штурма, хотя он сгореть не может, конечно. Ребят, на самом деле, было нереально интересно поэкспериментировать. Сильно разницы мы, если честно, не можем. Между 40-вольтовым фрезером или 18-вольтовым Штурмом практически... В качестве, в мелочах разница. в совсем мелких вещах есть, а вот в платформах она ощущается. В платформах, в Маките качество значительно сразу это чувствуется. Просто в металле они решили не заморачиваться, но в электронике практически одно и то же. Вы сами видели, мы двигатель переставляем. С вами был Юрий. Николай, Петр и Папа-Карло. Штурмакита. Штурмакита. Нормальный бренд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова